После двойной встречи со Sky Junior Динамо Шинник вновь предстояло сыграть одну игру за другой. На этот раз противник принципиальный. Крыльям Советов Шинники уступили на международном турнире на призы председателя Бобруйского горосполкома. Сейчас ситуация иная. Команда сыгралась и готова дать бой. Уступление на льду сказала само за себя. Две победы 5-2 и 6-2. Уже в среду команду ждал серьезный вызов. В гости приехали представители Золотого дивизиона, МХК «Спартак». Москвичи, как и Динамо, аналогично начали сезон. Шли вторыми в своей конференции. Однако уровень соперников неоспоримо разный. С началом игры чувствовалось. Подопечные Андрея Михалева испытали непривычное сопротивление. Несмотря на всю динамику первого периода, на перерыв команды ушли с нулями на табло. Какие вообще ожидания от сегодняшнего матча? Вообще хорошие. По первому периоду очень было весело. Мы надеемся, что наша команда всегда победит. Номер ведь. Сегодня завершается первая домашняя серия. Сколько матчей вообще посетили за это время? Все матчи посетили. И как в целом настроение после этих игр? Да. Отличное. Супер. Последующий период прошел менее удачно для Динамо. Три безответные шайбы залетели в ворота хозяев. К тому же Арсений Елисеев попал на штрафную скамейку, что сыграло на руку сопернику. Но шинники не из тех, кто привык сдаваться. Сначала смогли размочить счет, а после и вовсе показали зубы. 3-5 по завершении. Победа за Спартаком. Нужно время. Немножко нужно адаптироваться. Все равно, знаете, скорости другие. Мы немножко теряемся, принимаем неправильные решения. То есть контратаки у нас уже не получается. Нас накрывают. То есть нужно менять. Несмотря на поражение, болельщики остались командой до конца. Бодаться с игроками высшего дивизиона – то еще испытание. Но в обручании проявили характер. На каждую шайбу – овации с трибун. Домашняя серия у нас закончилась. На сегодняшний день с пяти игр мы выиграли четыре. И, конечно, сегодня мы проиграли. Но проиграли сильнейшей команде – это команда Спартак. У нас все-все впереди. Конечно, посещение матчей у нас на нашем хоккейной арене были самые большие. И, конечно, я надеюсь о том, что и в этом году мы поддержим нашу команду. Мы в одном звене. За день до крайнего матча первой домашней серии председатель Бобруйского горсполкома встречался с молодыми педагогами. Среди вопросов – особое место у спортивной составляющей. Молодые специалисты завтра не приходят. Ответ не заставил себя ждать. Вчера нас мэр пригласил на хоккей. Мы с удовольствием приняли участие. Конечно, проиграли, но мы будем все равно болеть за нашу команду. Следующие две встречи «Динамо Шинник» проведет на выезде. 15 сентября команда отправится в Ярославль. 17-го – в Череповец. Возвращение на Бобруйск-арену 22 сентября. Юные «Динамовцы» сразятся с «Динамо-СПБ». Роман Костюков, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360.